Здравствуйте! В прямом эфире телеканала Губерния 33, программа без предварительной записи. Как всегда, мы говорим на актуальной теме и отвечаем на вопросы, которые интересуют жителей Владимирской области. К примеру, в последнее время участились случаи строительства там, где строится категорически запрещено. Или на бывших колхозных полях вместо ржи и пшеницы растут сосны и березы. Со всеми этими нарушениями разбирается федеральная структура под названием Россельхознадзор. Сегодня у нас в гостях в РИО руководитель управления Россельхознадзора по Владимирской области Светлана Пантюхина. Здравствуйте, Светлана Сергеевна! Здравствуйте! Напомню, мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 32-62-33. Присоединяйтесь к нашей беседе, задавайте свои вопросы гостей нашего эфира. Напомню, руководитель управления Россельхознадзора по Владимирской области Светлане Пантюхиной. А мы, как в таких случаях говорят, приступим помолять. Светлана Сергеевна, наверное, прежде всего, надо понять, за что отвечает Ростский хознадзор в сфере земельного надзора, потому что у вас, как это принято говорить, достаточно много полномочий различных, но сегодня мы все-таки заточимся на делах земельных. Вот здесь, пожалуйста, хотелось бы понять, где, как и что, откуда и на какого места заканчивается ваша сфера. — Совершенно верно. На полномочии Ростский хознадзора в сфере государственного земельного надзора определены постановления правительства. Есть такое постановление номер один о 2015 году о государственном земельном надзоре, в котором указаны те ведомства, проводящие государственный земельный надзор. У нас их на территории Российской Федерации три. Это Роспроднадзор, Росреестр и мы, Ростский хознадзор. Полномочия Ростский хознадзора определены этим положением в части земель, действия на которых распространяется закон об обороте земель сельхозназначения. Полномочия Ростский хознадзора заключается по контролю за соблюдением требований, соблюдением гражданами, организациями, юридическими лицами, требований части запрета самовольного снятия перемещения плодородного слоя почвы, порчи земель, выполнение обязательных требований и мероприятий по улучшению земель и защите почв, использованию земель сельхозназначения, требований в части мелиорации, а также других полномочий определенных этих положений. Спектр, как я понимаю, весь парширок, что я говорил. Совершенно верно. В таком случае давайте пытаемся понять, чем земля сельхозназначения отличается, допустим, от земли на земельных пунктах или какой-то другой, потому что у нас же есть, скажем так, классификатор земельный определенный. И вот что такое земля сельхозназначение, и как ее не перепутать с другой с какой-то? Совершенно верно. Но здесь, наверное, надо сказать, что главным документом, касающимся в сфере земельных отношений у нас на территории Российской Федерации, является земельный кодекс. Земельным кодексом определены семь категорий земель. Это земли сельхозназначения, земли населенных пунктов, земли лесного фонда, водного фонда, земли промышленности, землезапасы, земли особо охраняемых территорий. То есть в соответствии от разделения на эти категории установлен земельным кодексом правовой режим использования этих земель. В статье 77 земельного кодекса дано четкое понятие, земель сельхозназначения – это те земли, которые расположены за границами населенных пунктов и предназначены для сельскохозяйственного использования. Но если говорить простым обывательским языком, это те поля, которые расположены за границами населенных пунктов. В составе земель могут быть сельскохозяйственные угодья, это пашни, сенокосы, пастбище, используемые в сельхозпроизводстве. Могут быть внутрихозяйственные дороги без твердого покрытия, которые предназначены для проезда сельхозтехники. Могут быть постройки некапитальные, которые предназначены для хранения или переработки сельскохозяйственной продукции. Главное отличие земель сельхозназначения от земель населенных пунктов в том, что на них запрещена любая постройка капитальных строений. То есть земли населенных пунктов – это территории, которые предназначены для развития застройки. Там капитальная застройка разрешена. На сельхозке запрещена. Замечательно. И вот я просто, чтобы не быть голословным, я сейчас просто пытаюсь вспомнить. Где-то в 80-е годы прошлого века речь Карпень небезызвестная. Вот сейчас напротив рынка Тандем, где сейчас застройка идет по уходу. Я прекрасно вспомню, там подсолнуховое поле. Один год подсолнечник был, другой год какие-то там хлебные дела. Постоянно туда еще пацанами. Лазили там, играли и так далее. И сейчас там во все строительство. Неужели так просто вывести земли из сельхозназначения в другую категорию земель? Я подозреваю, что это достаточно сложно, потому что они наказывают обычно за такие выходки. Совершенно верно. Дело в том, что перевод земель из земель сельхозназначения в другую категорию, вообще любой перевод, он регламентирован 172-м федеральным законом. Законом о переводе земель. Перевод земель сельхозназначения осуществляется постановлением губернатора области. Поэтому это достаточно серьезное решение. Здесь идет обоснование необходимости перевода выбытия из земель сельхозназначения и перевод в черту, например, населенных пунктов. Для этого делается изменение в план градостроительства и застройки территории. Делается пояснительная записка, на основании которой указываются все те, скажем так, необходимые пункты, для чего и обоснования, для чего это делается. И уже потом подготавливается постановление губернатора и осуществляется перевод земельного участка и земель сельхозназначения в землю населенных пунктов. Что в соответствии было сделано с этим, скажем так, земельным участком. Достаточно сложная процедура. Я еще раз напомню, телефон прямого эфира 32-62-33. Пожалуйста, звоните. Уважаемые телезрители, задавайте свои вопросы, присоединяйтесь к нашей беседе. Я думаю, что Светлана Сергеевна ответит на все интересующие нас вопросы. Есть такое понятие земельный фонд Владимирской области? Есть такое понятие, да, совершенно верно. Если мы говорим про площади Владимирской области, площадь земель у нас всего на территории области порядка 2,9 миллионов гектар. Если говорим о землях сельхозназначения, это 900 тысяч, более 900 тысяч. То есть одна треть земель территории области занят у нас землями сельхозназначения. То есть это те земли, которые должны использоваться и давать урожай ежегодно. К сожалению, мы константируем, что порядка 30% земель у нас не используются. То есть это 300 тысяч гектар, которые у нас заросли сорняками, деревьями, и на них не проводятся сельскохозяйственные работы. Если говорить о структуре сельскохозяйственных угодий, то у нас на территории области порядка 500 тысяч гектар пашни, 120 тысяч сенокосов, 120 тысяч паши. И, соответственно, другие виды угодий. Практически 90% земель у нас сосредоточены в частном владении. То есть это владение либо у юридических лиц, либо у граждан, у физических лиц. Остальная часть – это земли государственной собственности. Насколько мне известно, сейчас государство достаточно серьезно взяло за то, чтобы земли сельхозназначения использовались по назначению, извините за тавтологию. Уже, наверное, лет 10 борьба такая активная происходит. Я знаю, что штрафуются собственники, причем независимо от формы собственности, пускай это будет частник, пускай это будет даже сельский житель. Прежде всего, это идет речь о заброшенных землях, когда с развалом Советского Союза начали выделять, как это принято говорить, паи в натуре. Вот эти земли разделили, распилили, и каждый христианин, ну, давай, ну, конечно, возьму я землю. Зарастала-зарастала эта земля, сейчас там уже березняк, по-моему, вырос, теперь уже сочники начались. Вот, ну, то есть достаточно в запущенном состоянии, в заброшенном все эти земли находятся. И я знаю, что раньше, если человек 3 года не обработал землю, его уже можно было наказывать. Лазейка была, я знаю, у таких недобросовестных собственников. То есть они каждые 2,5 года переписывали имущество, допустим, на дочь, потом дочь на отца, и так далее, и так далее, и так далее. Вот по такому кругу ушли, и наказать было достаточно сложно. Но учился ли Россельхознадзор бороться вот с такими вот, скажем так, хитрющими товарищами? Ну, смотрите, что касается нарушений, да, и ухода от ответственности. При проведении проверочных мероприятий, я уже озвучила полномочия Россельхознадзора, мы достаточно часто фиксируем именно неиспользование земель сельхозназначения, а также факт невыполнения мероприятия. То есть, если говорить просто для наших телезрителей, то есть приезжаем на земельный участок, и вместо культурных сельскохозяйственных растений, там яровой, например, пшеницы, да, и озимой пшеницы, либо там картофеля, мы видим сорняки, видим деревья, кустарники, видим мелколесье. Соответственно, мы фиксируем факт правонарушений и привлекаем собственника к административной ответственности. Хочу сказать, что в настоящее время сейчас нет срока освоения земель. Этот срок был до 2016 года, прописан он был в 101 законе, то есть два года у человека с момента возникновения собственности было на освоение. Он мог купить и два года, скажем так, планировать свои действия по освоению земельного участка. Сейчас этого срока нет. Поэтому, начиная с следующего дня, да, регистрации права собственности, права аренда, например, заключения договора, арендатор, собственник, обязан приступить к использованию земельного участка. В случае, если мы проводим проверочные мероприятия и фиксируем факт нарушений, соответственно, наступает административная ответственность. Лицо привлекается. И здесь уже никаких три года ждать и потом проверять, например, здесь такой вот механизм не действует. Это сейчас не действует. Да, совершенно верно. Но, опять же, прежде чем встречаться с вами в эфире, я же, конечно, поинтересовался, как действуют некоторые недобросовестные товарищи. И, собственно говоря, ни для вас, ни для меня, ни для многих секретом не является, что, допустим, пришли к нему с претензией, товарищ из освоения хозназора, мы говорим, хорошо, будем землю осваивать. Пошел, свалил пару-тройку берез на своем участке, а дальше приходит проверяющая. Ребята, вот видите, я же начал. И все, и приехали. Или и здесь можете найти виму. Нет, дело в том, что, скажем так, цель земельного надзора какая? Не привлечь к ответственности, а вовлечь земельные участки в сельхозоборот. Поэтому наши проверочные мероприятия будут проводиться до тех пор, пока земельный участок не будет использоваться в сельскохозяйственном производстве в полном объеме. И две-три спиленные березки, конечно, никакой картины и погоды на земельном участке не сделают. Для этого он должен провести полный комплекс агротехнических мероприятий. Не только спилить, вывести, выкорчевать пеньки, дальше провести агротехнические работы, распашку, тискование, засев сельскохозяйственными культурами. Только тогда мы будем считать, что нарушение устранено, предписание наше, например, выполнено, и земельный участок полностью вовлечен в сельскохозяйственный оборот. То есть мы его будем проверять до тех пор, пока мы не увидим конечный итог. То есть вы можете проверять, каждый день ходить? Нет, это неправильно. То есть каждый день, конечно же, мы не ходим, потому что надо понимать, что у нас есть, опять же, какой-то вегетационный период, например, с апреля по октябрь, когда можно проводить эти агротехнические работы. Просто мы даем нарушителю предписание, в котором мы указываем срок устранения нарушения. Как правило, этот срок не превышает 9 месяцев, но учитывается индивидуальная особенность и земельного участка, подъезд, местоположение, площадь, площадь нарушения. То есть, например, если там вырос уже деловая древесина, практически растет, мелколесие, конечно, ему нужно будет больше и финансовых затрат, и трудозатрат, и временных затрат для того, чтобы освоить этот земельный участок. Соответственно, вот этот срок, он немножечко увеличивается, то есть до 9 месяцев. Можем и 4, и 5, и до 9. И опять в зависимости от времени года. После этого проводится повторная проверка уже по контролю за исполнением предписания. И уже делаются соответствующие выводы, как собственник его исполнил. Насколько велики полномочия инспекторов, чтобы, скажем так, принудить или обязать человека что-то сделать? Ну, у нас существует административный регламент, в котором все полномочия определены. То есть, все те меры воздействия, которые непосредственно может применять инспектор при осуществлении своих контрольно-надзорных мероприятий. Если мы говорим при проверках, то, например, у нас проводятся плановые и неплановые проверки. Основанием плановых проверок у нас является включение в план. Вот хочу сказать для уважаемых телезрителей, у нас есть план проверок отдельно по гражданам, по юридическим лицам и по органам местного самоправления. Все планы размещены на сайте управления, и любой желающий может зайти и посмотреть, включен ли он в план проверочных мероприятий, в том числе и частное лицо, и гражданин управления Росельхознадзора по земельному надзору. При проведении проверки лицо, в отношении которого проводятся проверочные мероприятия, заблаговременно извещается. Мы его обязательно приглашаем, назначаем ему даты места встречи на земельном участке, на который он может приехать и присутствовать при проведении проверки. При проверках инспектора обходят земельный участок, то есть непосредственно проводят фото-видео фиксацию. У нас есть инструменты, которыми пользуемся, это такие как GPS-навигаторы с обязательной проверкой, они проводят ежегодную проверку. У нас есть планшеты, которые определяют местонахождение инспектора на конкретном земельном участке. Здесь идет уже привязка к публичной кадастровой карте, пользуются общедоступными интернет-ресурсами. И потом уже делается соответствующий вывод. В ходе проверочных мероприятий инспекторам определяется видовой состав трав, который произрастает на земельном участке, его соотнесение непосредственно к культурным растениям, либо к сорнякам, деревья. Определяются какие-то другие виды нарушений, которые также могут присутствовать, например, свалки, карьеры и так далее. Проводится обмер площади и уже делаются соответствующие выводы о признаках, либо отсутствии признаков правонарушения. Мне подсказывают, что у нас поступил первый телефонный звоночек. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. У меня есть выделенный земельный пай в Судагонском районе, который достался от родителей. Земля никогда не использовалась. Сейчас там лес. Этот участок мне не нужен. Как его можно продать и совсем от него отказаться? Пускай, пожалуйста. Спасибо за звонок. Но смотрите, здесь может быть два. Если земельный участок не должен, то есть вы можете правильно, как вы сказали, его выставить на продажу. Здесь включается действие 101-го закона об обороте земель. Прежде чем выставить на продажу, вы обязаны уведомить непосредственно Департамент имущественных земельных отношений, то есть орган субъекта, который распоряжается земельным участком сельхозназначения. Или второе. Отказаться, совершить добровольный отказ от земельного участка вы можете путем написания заявления в местном Росреестре. То есть в Росреестр Судагонского района вы, если обратитесь, то есть есть установленная форма заявления, заполнив которую, они проведут соответствующие действия по отчуждению этого земельного участка в пользу муниципального образования на территории, в котором он находится. Ну что ж, я думаю, достаточно полный был получен ответ на вопрос. Но я вот не могу не поинтересоваться основными нарушениями, которые выявляются в ходе проверок. Значит, к сожалению, статистика наших проверочных мероприятий такова, что мы можем констатировать, что нарушений у нас в области очень много. То есть практически каждые 2 проверки из 3-х они выявляют нарушения. Если мы говорим о статистике, то больше всего количество правонарушений связано как раз с невыполнением мероприятий по защите от зарастания сорняками и деревьями. У нас законодательством определены обязанности, согласно которым собственники, арендаторы должны проводить мероприятия по защите земель от зарастания. Если они не проводят, то есть это бездействие, и земельный участок заросший, мы констатируем это в ходе проверочных мероприятий, то, соответственно, мы уже здесь включаем административный рычаг, мер административного воздействия. Вот больше всего, скажем так, более 50% это статистика, это те как раз нарушения, связанные с зарастаниями земель сорняками, деревьями. Есть еще достаточно тоже большая часть земель, которые не используются длительное время, то есть в течение трех лет. В данном случае мы в течение трех лет, если фиксируем факт неиспользования, мы также привлекаем к административной ответственности. И еще есть такое понятие, как грубое нарушение земельного законодательства. Это такие нарушения, которые связаны непосредственно с порчей земель. Что это значит? На каждом земельном участке сельхоззначения есть плодородный слой почвы. Это верхний гумуссированный слой, в котором аккумулированы все питательные вещества, необходимые для роста и развития растений. Если его собственник-арендатор снимает, вывозит, продает, скажем так, незаконно чернозем, то есть он оголяет почву, остается там только песок, нижнолежащие глинистые слои, на которых ничего не растет. Если он это проводит без соответствующих документов, без разрешения на снятие плодородного слоя почвы, без утвержденного согласованного проекта рекультивации, то это также будет являться нарушением. К сожалению, у нас тоже такие в области факты фиксировались. В прошлом году могу сказать, что в Судогодском районе мы выявили такой факт, причем данное нарушение совершил нас иностранный гражданин Азербайджанской республики. И в ходе проверочных мероприятий мы пресекли этот факт и непосредственно привлекли к административной ответственности. Я знаю, что касается перемещения плодородного слоя почвы, но это, скажем так, не очень новая для нас проблема, потому что еще лет 10 назад представители Россельхознадзора я знаю, выявляли такие случаи на границе с Московской областью. То есть столичные дачники пытались вывозить таким образом землю. Я знаю, что штрафы достаточно серьезные были. И сейчас продолжается такая же ситуация, вы говорите. Или все-таки это в меньших размерах, уже в меньших масштабах? Ну, вот если говорить про статистику, то есть ежегодно, не в меньших размерах совершенно, ежегодно у нас констатируется порядка 10 таких случаев. То есть ни в большей, ни в меньшей степени. То есть это достаточно стабильно. Но такие факты есть и присутствуют. К сожалению, это незаконно. Как правило, у нас, понимаете, собственники думают, как? Моя земля, что хочу, то и делаю. Это неправильно. Это трактование. У нас обязанности определены нормативно-правовыми актами, земельным кодексом, другими различными нормативно-правовыми актами, постановлением правительства. И никакие земляные работы, связанные с перемещением плодородного слоя, без документации проводить запрещено. Потому что у нас часто так бывает. взяли земельный участок, начали выкапывать пруд. Без разрешения, без проекта, без всего. Выкопали, воды нет. Понимаете? То есть, прежде чем копать, надо обратиться за соответствующим разрешением. То есть, в любом случае, даже если я на своей личной территории собрался сделать эту копань, все равно я должен обратиться к вам. Если у вас в собственности есть земельный участок сельхозназначения, и вы собрались какие-то проводить земляные работы, связанные со снятием и перемещением, к Росельхознадзору обращаться не надо, потому что разрешения мы не выдаем. Мы только отвечаем за соблюдение требований вот как раз в этой части и пресекаем такие правонарушения. Такие разрешения выдает орган местного самоуправления. Поэтому нужно обратиться в территориальный орган местного самоуправления, в администрацию района, которые в отдел архитектуры градостроительства, которые выдают эти разрешения, прежде чем приступить к раскопкам. Будем это иметь в виду. Сейчас у нас очередной телефонный звоночек поступил. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. А вот у меня вопрос такой. А, например, дачные участки к земле сельхозназначения относятся? И еще такой вопросик. У меня есть дачный участок, и так получилось, что вокруг него есть заброшенные участки, и некоторые уже не используются лет по 10, а то и больше. Сорняками заросли выше головы. Эти сорняки лезут и на соседний, и на мой участок. Вот кто может, должен ли собственник ухаживать за своими участками? И если он этого не делает, то кто его наказать может? Спасибо за звонок. На землях сельхозназначения могут располагаться земельные участки для дачного хозяйства. Сразу хочу сказать, что полномочий Россельхознадзора к таким участкам не относятся. Я уже говорила, что полномочия определены 101-м законом об обороте земель, и в самом начале этого закона есть отсылочная норма, которая говорит о том, что как раз на дачные хозяйства, земельные участки для дачного хозяйства, для садоводства, огородничества действие этого закона не распространяется. Здесь уже включается действие земельного кодекса, а также закон о дачном хозяйстве. Действительно, собственники земель обязаны проводить мероприятия по защите, в том числе от зарастания, и обязаны следить за своими участками и приводить их в надлежащий вид. В данном случае я рекомендую вам обратиться в управление Росреестра с обращением, в котором указать обязательно кадастровый номер земельного участка и написать о близлежащих земельных участках, которые заросли вот этим бурьяном и несут в себе в том числе и, скажем так, угрозу возникновения пожароопасной ситуации. И еще один телефон на задушку поступил. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, у нас, у моей семьи есть земля, бывшее колхозное поле. Мы хотели бы там построить дом и ферму. Скажите, пожалуйста, как это сделать законно? Спасибо за звонок. В данном случае здесь нужно посмотреть на те правоостанавливающие документы, которые у вас есть на этот земельный участок. Если у вас есть категории земли, земли сельхозназначения, разрешенное использование, организации крестьянско-фермерского хозяйства, то здесь уже включается закон о крестьянско-фермерском хозяйстве, который разрешает строить на земле сельхозназначение дом, предназначенный для проживания фермера. Непосредственно обратиться тогда в органы местного управления за разрешением на строительство, в том числе и фермы. Если у вас разрешено использование для сельхозпроизводства, сельскохозяйственное использование, сельскохозяйственные угодья, то пока вы не поменяете разрешенное использование на крестьянско-фермерское хозяйство, строительство запрещено. А менять статус земли каким образом? Насколько тяжело кому обращаться? Менять разрешенное использование. В начале программы вы говорили, что в принципе земли переводят из одного значения в другое исключительно указом губернатора. То есть здесь, как я понимаю, надо обращаться сначала в местную администрацию, местную администрацию уже дальше, и дальше, и дальше, и выше, и выше. Здесь нужно сначала посмотреть на разрешенное использование земельного участка. Кроме как установленной категории, например, мы с вами говорим сегодня о землях сельхозназначении, есть еще вид разрешенного использования земельного участка. Вот был задан вопрос. Для подачной хозяйства на землях сельхозназначения могут быть дачные участки. Крестьянско-фермерское хозяйство для сельхозиспользования. И соответственно, если вот данный вид разрешенного использования, он определяет правовой режим использования. То есть, если это для крестьянско-фермерского хозяйства, здесь я уже говорила, включается закон о крестьянско-фермерском. Изменение разрешенного использования Возможно, здесь уже немножко полегче, здесь на уровне органов местного управления необходимо обращаться в администрацию района или в администрацию сельского поселения с обоснованием, для чего вам нужно поменять разрешенное использование данного земельного участка. Например, для сельхозпроизводства поменять на крестьянско-фермерское хозяйство, потому что хотят построить дом. Все понятно. И вот мы с вами говорили в основном, в том числе и о нарушениях. Хотел вам еще раньше этот вопрос задать, но, правда, перебили нас немножечко с звоночкой, это не так уж и плохо, 32-62-33, телефон прямого эфира. Пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы. Гости нашего эфира, руководителя управления Россельхознадзора Павловской области Светлане Пантюхиной. А я спрошу вот о чем. О мерах, которые применяются к нарушителям вот этого вот законодательства. Что называется, за кадром вы говорили, что достаточно серьезные санкции законодательство предусматривает для нарушителей от 20 тысяч. Но это серьезные деньги. Как часто приходится, кстати, применять эти санкции? Совершенно верно. Штрафы за нарушение земельного законодательства, они достаточно серьезные, большие. Если мы говорим про статью 8.7, часть 2, как раз невыполнение мероприятий по защите от зарастания сорняками и деревьями, то административный штраф на граждан, на граждан, простое физическое лицо, от 20 до 50 тысяч. Это, мы понимаем, большой достаточный размер на юридическое лицо от 400 до 700 тысяч. Поэтому здесь, наверное, нужно, мы всегда призываем подумать и вложить деньги в освоение земельных участков, прежде чем потом платить штрафы. Штрафы большие. По статье 8.6, там штрафы за грубые нарушения, там штрафы поменьше, там на физических лиц от 3 тысяч, на юридических от 30 тысяч. Но все равно достаточно великие, большие. Часто приходится штрафы выписывать, принимать санкции? И вообще, кто их может выписывать? Вы или по решению суда? В данном случае, по какой статье мы привлекаем собственника земельных участков? Если мы привлекаем по нашим основным статьям, адресливым 8.7, 8.6, 8.8, то штрафы выписывает, соответственно, Росельхознадзор, должностное лицо Росельхознадзора. Если мы рассматриваем материалы дела здесь по невыполнению предписания, в данном случае решение принимает суд. За невыполнение предписания размеры штрафов тоже велики, от 10 тысяч рублей на простого гражданина. То есть вначале мы проводим первые проверочные мероприятия, привлекаем сами. Я уже сказала, что статистика такова, что вот таких как раз нарушений по 8.7, часть 2, зарастание сорняками деревьями, это больше всех у нас выявляется на территории области. Уже в этом году у нас выявлено более 100 нарушений, сумма штрафов составила более 3 миллионов. За прошлый год более 200 таких нарушений было выявлено по данной статье. Сумма штрафов составила более 4 миллионов рублей на нарушителей. Я подозреваю, что существуют ли злостные нарушители, которые упорно игнорируют предписания и штрафы и так далее. Существуют ли на них какие-то рычаги давления? Да, существует. Я могу сказать, что вот после проведения первого проверочного мероприятия мы обязательно выдаем предписание, документ, уже мы о нем говорили сегодня, согласно которому он обязан устранить нарушения и ввести земельный участок в сельхозоборот. После указанного срока в предписании мы проводим внеплановую проверку, в результате которой мы смотрим те меры, принятые собственникам по вовлечению земельного участка в сельхозоборот. Если никаких мер не принято, возбуждается административное производство, материалы направляются в суд, вносят решение в суд. О дополнительных мерах. Дополнительным мерам и рычагом для использования земель является увеличение земельного налога в пятикратном размере. Дело в том, что на земле сельхозназначения, согласно налоговому кодексу, распространяется ставка земельного налога 0,3%. Это для земель, используемых в сельскохозяйственном производстве. Если мы говорим о том, что земельный участок не используется, и факт нарушения зафиксирован в административном материале у нас, в административном постановлении, то тогда эти материалы мы направляем в налоговую службу области для рассмотрения. Они рассматривают и применяют налоговую ставку, как ко всем остальным земельным участкам. Полтора процента. То есть налог увеличивается в пятикратном размере. Это экономическая такая мера, которая, скажем так, понуждает собственников использовать земли для сельхозпроизводства. Это значит серьезная, кстати, мера. Да, серьезная. Часто ее приходится применять? За прошлый год мы направили 123 административных материала. То есть мы ожидаем, что сумма доначисленного налога составит более 4 миллионов рублей. В этом году уже порядка 50 материалов, то есть 50 собственников получат налоговое уведомление с перерасчетом земельного налога в сторону увеличения. Могу сказать, что в практике у нас был такой земельный налог, должен был заплатить одно юридическое лицо в Милинковском районе 100 тысяч рублей. Ему пришел перерасчет на до 500 тысяч рублей. Это лихо, конечно. Это очень серьезно. Серьезные штрафы, серьезные, да, соответственно, серьезные меры. По роду деятельности мне иногда приходится заглядывать на сайт Росельхознадзора Владимирской области. И достаточно, ну если не часто, то так систематически появляется, допустим, дело о принудительном изъятии земли. Вот принудительное изъятие, я подозреваю, что это уже крайние меры, наверное, да? Да, совершенно верно. Принудительное изъятие это уже крайние меры к тем недобросовестным собственникам, которые игнорируют в течение трех лет выполнение наших предписаний. То есть, 101-м законом об обороте земли определено, что если в течение трех лет собственник не принимает никаких мер и, соответственно, в рамках государственного земельного надзора мы фиксируем факт правонарушения, то мы вправе направить такие материалы в орган, это на территории субъекта нашего Департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области, для инициирования процедуры изъятия земельного участка в принудительном порядке через суд. Я прошу прощения, через суд в принудительном порядке. Как это происходит? Человек просто изымает землю и все, либо его каким-то образом компенсирует? Смотрите, как происходит. То есть, в течение трех лет мы собираем административный материал на нерадивого собственника, который не принимает никаких мер. Материалы направляются в ДИЗО. ДИЗО подготавливает судебный иск и направляет в суд. Суд рассматривает и выносит решение о принудительном изъятии. Параллельно с этим, могу сказать, что мы накладываем запрет на регистрационные действия, для того, чтобы не произошла сделка купли-продажи, например, земельного участка. Именно этого? Именно этого. То есть, в момент проведения судебного процесса собственник становится не вправе распоряжаться своим земельным участком. После того, как произошла процедура, вынесено решение суда о принудительном изъятии, Департамент имущественных и земельных отношений выставляет земельный участок на торги. Если торги для, скажем, нового инвестора, те, кто хочет вложить деньги, там уже включается механизм публичных торгов по кадастровой стоимости. Если торги признаны несостоявшимися, то идет уменьшение на какой-то процент, и они вторично выставляются на торги. После проведения вторичных торгов, если они признаны несостоявшимися, земельный участок уходит в собственность субъекта, то есть собственность Владимирской области. Бывшему владельцу, бывшему собственнику идут компенсационные затраты за минусом вот этих вот расходов на публичные торги, за минусом на культурно-технические работы по освоению земельного участка. Я могу сказать, что таких нерадивых собственников у нас достаточно много. В прошлом году мы направили по семи только материалам больше 200 гектар земель, то есть принадлежащих им судами было вынесено решение порядка 900 гектар, было изъято в прошлом году, в этом году уже изъято у четырех собственников 150-160 гектар земель. Прекрасно. Это переходит в собственность Владимирской области. А область уже каким образом распоряжается этим участком? Область непосредственно выставляет их таким же образом на торги, либо предоставляет в аренду. Но здесь, конечно, нужно смотреть и искать инвестора, те, которые заинтересованы в использовании этих земель. Не исключено, что, допустим, этот участок изъяли, и он как зарастал бурьян, так продолжает зарастать бурьяном, ожидая инвестора, который, может быть, придет лет через 20. Такое бывает, да? Возможно, да. Ну да, перспективы, конечно, не активные хорошие. Вы знаете, давайте попробуем смоделировать ситуацию. Сейчас мы с вами в какой-то мере, наверное, и напугали, и расстроили собственников земельных участков вот этих вот. Что говоришь, в 90-е годы практически в каждом селе, в каждой деревне такие участки раздавались. Вот сейчас кто-нибудь нас послушал, подумал и сказал, ребята, давайте-ка вот лучше бы, чтобы меня не штрафовали, не приходили, не избавиться ли мне от этого участка самостоятельно? Куда человек должен обратиться? Может быть, к вам бросить хвостнадзор, может быть, еще куда сказать, что, ребята, вот не нужен мне этот участок земли, либо вы умеете его заберите даром, либо дайте какую-то копеечку за него, и ради бога забирайте. Такие случаи, кстати, бывают? Такие случаи бывают, ежегодно бывают. В прошлом году у нас пять собственников добровольно отказались от земель. В данном случае, мы уже вот говорили, был телефонный звонок, я давала на него ответ. Здесь нужно обратиться в местный орган Росреестра, территориально на котором расположен земельный участок, прийти, написать заявление о добровольном отказе от земельного участка. Этот земельный участок отходит в собственность муниципального образования, сельского поселения, на территории которого расположен этот участок. Но человек тоже получает какую-то компенсацию, да? Никакую компенсацию он в данном случае не получает. Он просто пишет добровольный отказ, и добровольно отказывается в пользу государства. Если он желает получить какую-то компенсацию, тогда здесь нужно продавать земельный участок, выставлять его на продажу. Понятно. Вы знаете, еще один бич земельных сельхозназначений это свалки. Достаточно часто встречаются свалки, а иногда и карьеры, которые выкапываются на земельных сельхозназначений. У нас времени не так уж и много остается. Но на этот вопрос, я надеюсь, вы успеете ответить. Вот здесь, каким образом боремся с такими людьми, ведь я подозреваю, что достаточно сложно задержать человека, который мусорит, который устраивает свалку. Если, допустим, она находится на территории какого-то сельского поселения, я понимаю, что сразу удар идет по карману руководителя этого поселения. Но уже тоже, извините меня, сколотушка не будет туда ходить по всему лесу и сюда не... Здесь смотрите, какая ситуация. Надо сказать, что 2017 год был объявлен годом экологии у нас, президентом Владимиром Владимировичем Путиным. И в прошлом году как раз сельхозназором было уделено огромное внимание проблеме размещения несанкционированных свалок. Как правило, свалки мы выявляем там, где участки не используются, где участки заросшие лесом, бурьяном, сорняками. В данном случае, когда фиксируется факт правонарушения, в прошлом году это было более 50 свалок к нами, выявлено площадь захламления более 3 гектар. Это большая площадь, это действительно серьезно. Кроме того, были отобраны почвенные образцы, мы даже выявляли загрязнение бензопиреном под этими свалками. То есть это надо понимать, что это достаточно опасный токсикант, который может мигрировать в нижеславящие стои, в том числе и в подземные воды. Со свалками боремся, привлекаем также к административной ответственности нарушителей, выдаем предписание обостранении нарушений. Опять же мы говорим нарушителей. Нарушители в данном случае это руководитель сельского поселения. Но он-то откуда может отследить? Вот приехала машина, вывалила, я не знаю, КАМАЗ, приехал, раз, свалил, 5 минут делов. И все, и уехал, учался. А дальше что? И будут бедолагу штрафовать за что? Смотрите, здесь нужно смотреть предмет, но в каждом конкретном случае индивидуально. Надо сказать, что, как правило, вот из практики Россельхознадзора свалки возникают там, где в органах местного самоправления очень плохо налажен сбор и вывоз твердых бытовых отходов. Не секрет, что у нас даже не везде заключены договора, не везде стоят, скажем, приемники мусора, то есть это контейнеры, лодки какие-то. И народу просто некуда вывозить этот свой мусор. Соответственно, все это вывозится в близлежащее поле, которое заросло в Бурьян. Если эта работа будет налажена более активно тем же самым главой сельского поселения, соответственно, выявление на его территории свалок будет сведено к минимуму. Это его прямая обязанность, то есть следить за своей территорией, непосредственно принимать меры по размещению несанкционированных отходов в неустановленных местах. Могу сказать, что в данном случае, вот как по свалкам, такие были случаи установлены, и собственники привлекались, и нарушители к административной ответственности. Помимо того, как мы привлекаем, накладываем, мы еще посчитали размер ущерба, вот что касается загрязнения бензопирена в Меленковском районе. Дело направлено было в суд, и размер ущерба, который был причинен почве, вот как объекту охраны окружающей среды, составил 224 тысячи. То есть сейчас у нас вот нарушитель должен будет заплатить эту сумму в бюджет. И кого же признали нарушителем? Собственника, потому что он не проводит мероприятия по защите. Понятно. Спасибо за внимание и всего доброго.